хочу обратиться к россиянам которые нас смотрят интервью ваших солдат не покажут по федеральным каналам комментируйте ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких особенно в российских пабликах чтобы больше людей там в россии знали правду об этой войне как полное имя еще один сергей леонидович берещегин год рождения 78 мы почти 1 год и 81 откуда сам родом можем на ты кстати с кемеровской области кемеровская область поселок какой-то там город какой кселёвск челка вагнер когда присоединяется в ноябре расскажи как был сидел да где сидел в исправительной колонии река 1 там же кемеровской области а можно немного четче говорить там же в исправительной колонии кемеровской области за что за убийство а как это было с убийством что случилось по пьянке это когда было это было в двенадцатом году но обстоятельства какие там были всему виноводка это какой-то друг был или кто собутыльник не друг а кто так случайно прохожие сцепились простыми подрались на живое у него было или нет ударился головой в итоге умер а сколько дали лет 17 это у нас 22 год то здесь я сидел да еще оставалось 7 а как это все произошло вот это представители чувака вагнера приезжали ли сам пригожин я самого пригожина не знаю представители чего к вагнере но они не представляются просто представители все и что предложили помилование то есть 7 лет скостить да если так скажем так да если пойдешь воевать правильно да а колония сама большая там не сидел численность там может человек 600 было большая 600 человек и сколько согласилась ну точно не помню сколько вышло приблизительно около ста человек сто человек да и потом вот это было в октябре и сколько денег предложили на зарплату же предлагали 100 тысяч в месяц рублей да и это быстро все вот они приехали и через сколько дней ты вышел где-то через дней 10 12 и когда в украину приехали вот через 10 12 уже в украине сразу вышел и в украину поехали да ну на самолете прилетели с кемеровской области куда по моему в ростов из ростова после этого куда там нас перевозили ночь куда нас привозят нам никто ничего не говорил населенные пункты а должность какая у тебя была у человека а что рядовой стрелок да а как как с автоматом калашникова да а в украине где стояли в плен попал в солидаре в солидаре да ты штурмовая группа да ну там бои большие были в солидаре да вот в плен где попал в промзоне или в частном секторе в частном секторе то есть это только начало наступления было потому что как бы украинцы потом они отошли промзону правильно я не знаю дальше как было обстоятельства попадания в плен как было ушел занимать позицию и попал в плен солдат на боссовую атаковал почему нет ну шел занимать позицию да это штурм это штурмовая бригада нет нет там как будет вроде как улица была свободная мы зашли в дом оказалось что было засаду раскрутили двоих это когда было взяли в плане 31 декабря по самый новый год да да я понял боевах стрелял нет это воде только там был солидаре после учебки а вот все время это мы были в учебке полтора месяца а вот что можно сказать о солидаре вот то что там в украинских сми это там очень большие ожесточенные бои были ну я не видел сми но не это у нас да это у нас представляет что там ожесточенные бои ты как ну ты очевидец этого всего что происходило солидаре обстрела обстрела постоянно обстрела в основном по нам стреляет то есть мы не видел откуда чего стреляет это было невозможно вычислить а ты понимаешь почему по вам стреляли война у чего к вагнер это кто частная военная компания правильно что она делает на территории украины российская до черкова что что чего к вагнер делал на территории украины воевал что семья дети есть жена нет никого да а вот если говорить там о солидаре там кроме чего к вагнер еще какие-то соотношения до чего кашина которые там и есть вот перед тобой там маде говорила сергей да алик сказал что где-то 95 процентов это зайки сергей тоже сказал что даже не 95 процентов 99 там воюют все в заки солидарии тоже так было ну я как бы не знаю ну вот с кем-то общался да там шибко то не общались там шибко не общались ничего ну потому что не приветствовалось это разговаривать чтобы люди между собой разговаривали да ну типа тот никто так общались пределах пределах разума допустимого в сроках а сроках там никто не говорил мне за зону никто ничего но все понимали что сидельцы все да ну возможно да больше процентов скорее всего так оно и есть а вот вопрос а как ты должен был получать деньги то есть полгода должен был воевать правильно а как ты должен был получать деньги потому что все говорили что там родным ну мне некому было мне пересылать родным то есть я должен был получить в руки руки да а как обещали наличкой давать да то есть ни карточек ничего не было а контракт какой-то подписывался да с одной стороны пригожен с второй стороны ты правильно там фоксимилия был с того что говорят не помню честно обещали выплачивать каждый месяц за каждый месяц доложит на лицевой счета в конце то есть если некому пересылать деньги да нет ты сказал что наличкой должны были платить на лицевой счет него если наличка нет 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 но пока по окончанию контракт ну то есть там то есть на меня там куда-то деньги эти отсылать каждый месяц то есть где-то они лежат то есть а потом тебе дается наличка конечно конечно ты лично должен был взять наличку конце контракта контракт закончится все деньги взять наличку все окей я понял вот сергей какой мотив то что ты согласился пойти в чувака вагнер мотив полное помилование чистого листа хотел все начать заново ты понимаешь за что вот твою чувака вагнер в украине честное слово нет россия за что воюет вообще вижу бессмысленно это войну у тебя образование есть средне специально а какая специальность из колодочек работал да работал до такого как сел да да что знаешь в украине вообще буквально ничего ни разу в этих краях не было вообще где-то был же нет дальше с россии не выезжал видел что сделали россияне солидаром да что думаешь города почти нет правда города почти нет что думаешь не знаю думаю что можно было все равно как-то избежать все понял что это ну и наша война война политиков но и и дзеки дзеки это том числе конечно конечно пожалел что подписался на это все это понимаешь что это удача то что мы общаемся уже как бы это все неизбежно уже ничего не изменить что случилось что случилось почему вот твое мнение почему понимание этого что нужно было избежать этого всего приходит только вот когда мы разговариваем уже когда в украине плену ну потому что как бы еще маленечко было по-другому при поднесена как бы ехала туда в общем-то не воевать а вообще как бы в общем работу там должна была для всех то есть и для вояк не для вояк инженерная какая-нибудь инженерная механика я механики соображаю я не думал что у меня тут автоматы скажут иди воюй отказаться можно было как-то думаю нет уже потому что меня обратно в колонию бы никто не вернул а чтобы сделали солидаре но ты не хочешь воевать чтобы сделал я знаю но думаю ничего хорошего обнялили бы может быть и такое же мы глебнули да точно не скажу но предполагаю предполагать могу как-то командует вот заком обыкновенные командиры назначенные это их назначает на это не зайки это чего кашники да тоже не смогу ответить на этот вопрос может быть да может быть нет хоть сказать что-то принцип да конечно чего извиниться ну как бы мое извинение конечно что легче от этого никому не будет тем не менее я очень сочувствую россиянам то же самое а хочешь вот например обратиться к закон да вот но вот я так понял что чувака вагнер там под бахмутом солидаром и так далее это все заки вот хочешь им что-то сказать да как зак сергей не хочешь нет 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 нет